Продолжение истории, которая так полюбилась зрителю. Создатели поучительной комедии «Холоп» снова приглашают отправиться в путешествие вглубь веков. Что на этот раз предстоит пережить героям, завесу тайны приоткроет Наталья Гармашова. Проснулась, но не дома и даже не в свое время. Разве такое бывает? Но факты говорят сами за себя. Вокруг царская Россия середины 19 века. Что делать, как вернуться в свой 21-й? И только зритель, смотревший «Первого холопа» и нынешнее окружение Кати в этой роли, Аглая Тарасова, понимают, что все это вымысел деревни, не настоящие люди вокруг актеры. Задумано такое перемещение во времени лишь с одной целью – перевоспитать взбалмошную мажорку, для которой законы не писаны. Герой Милоша, насколько я понимаю, задуман более невежественным, чем моя героиня. То есть ему довольно просто было убедить в том, что он попал в прошлое. С моей героиней чуть сложнее, потому что у нее мозги работают чуть активнее. Поэтому, опять же, им приходилось идти на какие-то уловки. И, в принципе, от этого сюжет второй части, именно из-за этого сюжет второй части, от первой части. Герой Милоша Биковича Гриша в этом фильме тоже в ключевой роли. Он уже перевоспитан, встал на путь справедливости и законопослушания. И чутко реагирует на неподобающее поведение золотой молодежи. Он случайно оказывается в том месте и в то время, когда нетрезвая Катя угоняет полицейский катер, въезжает в кафе на пляже, где отдыхает Гриша. Девушка остается безнаказанной, и это возмущает парня. Он понимает, Кате требуется шоковая терапия в деревне, той, вымышленной, где когда-то он был сам. Получится ли? Он чему-то научился в первой части, но он этому научился поверхностно. Он знает в теории, но он не умеет это применить. И он сейчас других хочет научить тому, чему его научили в первой части. Но он это делает импульсивно, он это делает как человек, который не продумал до конца свои действия. Вот, поэтому это все еще история про Гришу и уже про Катю. Мировая история кино знает очень мало действительно достойных, успешных продолжений. И я надеюсь, что я хотел снять вот именно такое успешное продолжение, которое будет, зритель выйдет и скажет, что это лучше, чем первый фильм. То есть это была моя задача максимум. Все замечательно. Для семейного просмотра? Да. Понравился. А как актеры играли? Прекрасно. Ну, конечно, для одного человека слишком масштабно. Для всей страны было бы не хлопа такое провести. Я смеялся. Долго. А моменты какие-то вспомните, смешные? Ой, надо анализировать. Много всего запомнилось я. И сражения, и вот. Как сюжет? Сам сюжет. Супер. Супер? А чем супер? Почему? Сюжет хороший. Очевидно, зритель под впечатлением и даже в восторге от сюжета и встречи с любимыми актерами. Александром Самойловым, Марьей Мироновой, Иваном Ахлобыстином. Настоящая семейная комедия. Пусть и не новогодняя, но предназначенная именно для просмотра в празднике. Так что, если еще не купили билеты, стоит это сделать. Холоп-2 идет в двух кинотеатрах Абакана – Ролби и Наутилус.